Очередной анекдот от ВЦИОМ, друзья. Две трети россиян заявили о своей готовности работать, даже если у них не будет нужды в заработке. Не поняли? Еще раз. Короче, лжецы из Центра изучения общественного мнения сделали очередной вброс, согласно которому граждане великой и могучей ходят на работу вообще не из-за денег, им просто нравится быть востребованными, и такого мнения якобы придерживаются две трети опрошенных статистиками дебилов. Вот недаром я на этом слове акцент сделал дебилов, потому что, глядя каждый раз на свежие результаты исследований тех сказочников, у меня возникает недоумение просто, где ребята эти опросы проводят, в каких домах печали. Ага, треть страны официально за чертой бедности находится с хлеба на воду, люди перебиваются. 5-7% населения тупо на бирже труда хоть что-то пытаются найти, а теперь выясняется, что все остальные зато в деньгах не нуждаются, живут в своем удовольствии. Блин, для кого это делается и кто вообще вонное верит? Причем это ведь еще не все. В ЦИОМовцы до кучи поспрашали народы о том, чем человек руководствуется, когда устраивается на работу, уржетесь. Только 34% опрошенных граждан сообщили, что нужда заставила подавляющее же большинство респондентов, оказывается, трудятся исходя из собственных интересов и увлечений, высоких зарплат. Также престиж и карьерный рост нередко влияют на выбор соискателя, а еще востребованность профессии на рынке, семейные традиции. Слушайте, я реально уже хочу хотя бы в отпуск. На пару недель съездить в ту процветающую Россию, в которой обитают наши слуги, народы и халуи, формирователи такого вот общественного мнения. Господа, ну на пару недель всего. Одним глазком дайте глянуть на этот рай. Начинаем! Ой, совсем забыл же самозанятых упомянуть, которых в нашей стране, по разным данным, насчитывается от 15 до 30 миллионов человек. Тоже не понимаете, что это за зверь такой самозанятые? Ну это те граждане, которые волей и судеб, как и многие другие несчастные, оказались выброшенными на обочину жизни, остались без средств к существованию, но не опустили рук и пытаются хоть как-то выживать. Частным извозом, например, занимаются. Сопалы где-то кому-то моют, и если человеку позволяет образование, репетиторством или услугами нянечки, он, она, кормятся. А еще вот сейчас лето, начинается уже, стали появляться объявления про полем у ваш огород. Поможем что-то построить на дачном участке. Вот! И эту категорию людей, слуги народа российские, одним розчерком пера в прошлом году определили в категорию самозанятые. Ну да, бы отчеты по безработным не портили, видимо, сегодня у нас по бумажкам всего лишь 5-7 миллионов тех безработных, как сказал выше, а могло бы быть 35. Стремновато, да, тут раз и отчет красивый, хотя это ведь я вам сейчас все грамотно разжевал. Когда данная афера затевалась, ее авторы совсем другие байки рассказывали, которые, скажем так, несли в массы отформатированный вариант сказочки. Каждый человек, который ведет такую деятельность, в любой момент может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Это и незаконное предпринимательство, это и уклонение от уплаты налогов. А главное, что это может прийти не государство. И приходит часто рэкет, который говорит, мы знаем, у тебя вот там, ты в своем гараже мастерскую по ремонту машин открыл, будешь нам отстегивать. Это на самом деле ограбление бедных, потому что люди становятся этими самозанятыми не от хорошей жизни. Сегодня выяснилось, что тогда, полгода назад, крахоборы всего лишь разминались, помните, да, а советский спортсмен разминается в буфете красненьким. Так вот, ребятишки оттуда посмотрели, что их ноу-хаус работал, а народ не стал бузить. Как обычно, умылся, проглотил и решили дожать. Это наша корова, и мы ее дуем, понял? Теперь в Госдуме предлагают обложить данью еще и членов семьи тех безработных, простите, самозанятых. То есть вот ты нигде не работаешь, перебиваешься там от случая к случаю, и твоя жена тоже нигде не работает, с детьми сидит, борщи варит. Но раньше супруга твоя была просто домохозяйкой, и к ней никто не лез. Сейчас отныне же у твоей дорожайшей половины может появиться почетная обязанность стать самозанятой домохозяйкой, и она, как и ты, должна будет башлять с каждого рубля, что ты ей, например, и уделишь на покупку продуктов. Красавцы! Вот красавцы просто даже у Алоизыча, у мабы, ни на что подобное не хватило. Он какие-то концлагеря отстроил, газовые камеры, а вот депутата Вострецов, именно этот слуга народа является автором данной инициативы, сообразил. Кстати, примечательно, что в Думу господин Вострецов попал, никогда не догадаетесь откуда, до того, как присягнуть на верность избирателям, этот полицай, ой, полицай, говорю, этот человек возглавлял один из крупнейших в России профсоюзов соцпроф, социальный или социалистический, так это расшифровывается, ну вот они, плоды социальной деятельности Вострецова. Хотя, чего я на мужика наезжаю? По-любому, ведь либо Трамп, либо Зеленский заставили его эту мерзость придумать, гадалки не ходи, это реальная журналистика, опять прорыв, опять духовные скрепы, поехали! Потрясающая новость для каждого россиянина. В ближайшее время нас ожидает рост цен на все. Правительство во главе с господином Медведевым позаботились об этом 13 мая. Премьер Димон подписал распоряжение о расширении так называемого перечня товаров, подлежащих обязательной электронной маркировке. А раньше в него входила лишь ограниченная группа ТНП из разряда не на каждый день. С минувшего понедельника список пополнился еще и продуктами питания, бытовой техникой, косметикой, химией, товарами для детей, безалкогольными напитками и так далее. Короче, вот все, что вы за дня в день покупаете в магазинах, вот это вот все в цене и подорожает за счет той самой маркировки, и там последующие процедуры отслеживания каждой промаркированной единицы продукции. Для чего это делается? Официальная красивая версия борьба с контрафактом или с подделками, ну, дабы на прилавках не появлялись суррогатные колбасы и газировка. Паленая и зубная паста и туалетная вода предполагается, что все это дело отныне станет, повторюсь, отслеживаться, то есть передвижение каждого пельменя. От транспортера на мясокомбинате до вашего морозильника будут фиксироваться большим братом, и это как будто бы даже хорошо. Минпромтор говорит, повышения цен не будет. Ну да, у нас сегодня ЦБ заявил, что инфляция на нуле. Многие из вас с этим согласны. Цены вообще не растут. Может быть, они снижаются? Я предлагаю пойти дальше. И Центробанк вместе с Росстатом сообщит, цены падают в России. А если они растут, то, как сказал в свое время Эльвир Схебзад, на это вам кажется. В реале же все это очередные россказни для яйцеголовых. Ну, ребят, у нас тот же алкоголь, например, на протяжении 30 лет отслеживается посредством какой-то кучи специальных систем, от акцизных складов до ЕГАИС, и все равно полигнина продается в каждом втором ларьке или магазине. Думаете, тут что-то качественно изменится? На самом деле, просто очередной папик решил нас немного подоить. И у этого папика, к слову, есть конкретные имя и фамилии. Алишер Усманов его зовут, потому что Центр развития перспективных технологий. Но эта шарага, которая контролирует весь процесс, связанный с маркировкой, принадлежит этому замечательному человеку, а вместе с ним господину Чемизову из Ростеха, а еще олигарху Галицкому, что всю алмазодобывающую отрасль к рукам в стране прибрал. И вот эти ребята начнут теперь еще и из воздуха бабло делать. Они уже подсчитали. В среднем 50 копеек с каждой единицы продукции. Господа закинут себе на карман с каждой, повторюсь, вот любая фигня, которую вы увидите сегодня на прилавке, зайдя вечером в магазин, вот с каждой этой фигни 50 копеек Усманову и Ко. Слушайте, круто как, а? Мечта бандитов из 90-х делать ничего не надо. Производить ничего не надо. Продавать тоже ничего не надо. Нужно просто все посчитать в масштабах всей страны и снять с этого свой процент. Браво! Кстати, правильно вы сейчас спрашиваете, что с этого нам. А нам, как я уже сказал ранее, рост цен. Потому что 50 копеек для Усманова со товарищей каким-то образом куда-то заложить надо. Их заложат в стоимость продукции. Только не радуйтесь. Это не значит, что подорожают товары всего на 50 копеек. Это они на заводе на 50 копеек подорожают. А пока дойдут до потребителей, еще 5 раз по столько накиньте. Там же расчет в геометрической прогрессии. Ведется исчисление налогов и так далее. В общем, процентов 5, а скорее всего 10 товаровцы не добавят. Аплодируйте, господа. Еще один прорыв. Еще одна попытка вставания с колен. Впрочем, вы за хоккей продолжаете болеть. Фоткай деда на палке, размахивайте. Ну или в церковь сходите, свечку во здравие наших правителей поставьте. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на канал. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok